Здравствуйте! Кстати, вы смотрите программу «Персональный акцент». Детская болезнь унионизма, судя по всему, проходит. Это наглядно продемонстрировало события, о котором так много говорили последние несколько месяцев. С экранов телевизоров, в интернете, на улице, практически на каждой кухне и даже на Высшем совете безопасности страны. Анонсирование как масштабная акция унионистов на площади Великого национального собрания на деле оказалось пшиком. И все же, что это было? Поговорим с нашим гостем. У нас в студии доктор философии, историк и политолог Борис Шаповалов. Здравствуйте! Внимание журналистов, внимание практически всех граждан страны, которые тем или иным образом интересуются политикой, тем или иным образом, которые интересуются происходящими процессами в стране, было приковано к площади Великого национального собрания 27 марта, к тому, что там происходит. Анонсировались марши, потом все это превратилось в большую сходку. Говорилось о том, что будет проходить это при огромнейшем стечении людей. Но если сравнить, например, хроники начала 90-х, когда состоялось Великое национальное собрание, действительно, яблоку некуда было упасть, и посмотреть фотографии общего плана площади, конечно, не соизмеримо. И то, мне кажется, на этой площади 27-го числа было больше людей, которые испытывали некие любопытства относительно происходящего, чем, наверное, тех, кто носители. Но это мое мнение журналистов, которые, в общем-то, побывал, посмотрел и своими глазами попытался оценить происходящее. На ваш взгляд, что же все-таки мы пережили этим мартом? Этим мартом? Ну, к этой дате, 27 марта 2018 года, готовились несколько лет. Вообще-то, румыны начали готовиться с 2012 года, когда они создали соответствующую платформу Акционе 2012 и так далее. Появилось у нас в Молдове очень много неправительственных организаций, потому что идея вот этого повторения Великой Унири, как это они называют, произошло 27 марта 2018 года, она витала. И здесь, конечно же, и наши политики, и многие, скажем так, общественные деятели, кто-то с тревогой ожидал эту дату, кто-то хотел использовать ее действительно для того, чтобы реализовать тот план второго объединения. То есть, две стороны однозначно в этом процессе участвовали. Но, вы знаете, я очень осторожно отношусь к тем событиям, которые произошли в воскресенье 25 марта у нас на Центральной площади. Вот этот митинг, потому что навряд ли это можно назвать каким-то великим национальным собранием. Да, там планировалось, организаторы говорили до 100 тысяч, полиция говорит, там 5-7 тысяч участвовала. Плюс-минус это уже роли не играет. То есть, это совершенно другой формат. И я здесь с вами соглашусь, что вот того большого, на что рассчитывали, на что планировали, чего боялись, фактически не произошло. То есть, это говорит о том, что в целом народные массы эту идею не поддерживают. Крайне далеки от народной министы оказались. Да, 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 конечно же, народные массы эту идею не поддерживают и не одобряют. Мы знаем и массу социологических исследований по этому поводу. Но, вы знаете, ведь сама идея все равно, как это висит, витает вот здесь в воздухе, она осталась. И я бы рассматривал этот вопрос в контексте тех других событий, которые происходили на этой неделе и которые будут еще происходить до конца этого года. Ведь у нас эта дата, образно говоря, стартовала 27 марта, но она будет завершаться в ноябре, потому что есть еще одна дата. 26 ноября 1918 года Сфатул Церий принял еще одно решение о полном и окончательном присоединении к Республике Молдова. И вы знаете, в чем наша сегодняшняя проблема? Наша проблема заключается в том, что большинство граждан не помнит тех событий. Это было 100 лет тому назад. Как это происходило? Что это было? И в этом очень большой вопрос. Молодежь, она вообще зомбирована у нас, она изучает этот фальсифицированный курс истории румын, который даже в Румыне не изучается. И поэтому там написано абсолютно противоположное тому, что реально происходило в тот период времени, ноябрь-декабрь 1917 года и 1918 год. А реально происходило следующее. Да, был такой орган власти, в Молдове он появился 21 ноября 1917 года, Сфатул Церий. Но что это было? Это был, образно говоря, его никто не избирал, не было ни всенародного голосования. А проводили тоже в ноябре военный молдавский съезд, там было около 600 делегатов, и они решили, что вот давайте образуем такой совет края, куда мы делегируем от различных общественных организаций своих представителей, и пусть он типа управляет. То есть это было фактически круглый столб. Объединение 29 общественных организаций, политических партий, это на самом деле, то есть это абсолютно нерепрезентативный орган, но тем не менее создали его, он начал работать. Конечно же, есть здесь два периода в деятельности Сфатул Церий. 2 декабря была провозглашена Молдавская Народная Республика. Да, это очень важный факт в истории нашей молдавской государственности. Это в рамках Советской Федеративной Республики, которая уже существовала после известных событий 25-26 октября 1917 года в Петрограде. Мы знаем это, когда-то много лет мы говорили, что это социалистическая революция в России и так далее. И вот здесь возникает вопрос, все, казалось бы, все нормально, то есть формируется молдавская государственность в рамках Советской Республики и все хорошо. Если вы говорите советская, значит уже формировались органы советской власти. Да, вот в том-то и дело, вы очень правильно подметили Станислава вопрос, потому что, как и во всей Советской России, в некоторых регионах было двоевласть. Особенно оно проявилось на Украине и вот в Молдове, в Закавказских республиках. То есть Сватул Церия, это, образно говоря, был мелкобуржуазный орган власти, а формировались советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Параллельно шли и точно так же они параллельно являлись какими-то определенными органами власти. Кстати, в Кишиневе советская власть, как таковая, победила 1 января 1918 года, когда Совет народных депутатов, он фактически прогласил, что он взял в Кишиневе власть. И, образно говоря, Сватул Церий повис, что это за орган и так далее. И чем он управляет. Вот, да, и чем он управляет. Но трагическое все в этой ситуации, что руководство Румынии пыталось, не пыталось, а оно воспользовалось тем, что происходило на территории своего союзника. Мы знаем, что Россия и Румыния были союзниками в первой мировой войне. И вот Румыния воспользовалась этими событиями и втихаря провела переговоры и с Францией, и с французскими представителями, провела переговоры с противоположной стороной из Германии. Потому что на фронте было перемирие. Румынский фронт достигал 600 километров. Его возглавлял русский генерал Щербачев, который сыграл очень большую роль во всех этих событиях. То есть он встал фактически на сторону Румынии во всех этих событиях. И была, конечно, неразбериха. Были разные там моменты и волнения. Крестьяне начали делить землю. Ведь они слышали в Петрограде, провозгласили земля крестьянам, заводы рабочим, мир и так далее. Вот эти знаменитые ленинские лозунги. Ну а дальше что последовало? А дальше последовало, что руководство Сватул Церей, я не говорю, что было официальное решение. То есть такого решения мы на сегодняшний день не знаем. Но во всяком случае мы знаем, что руководство Сватул Церей начало переговоры с румынской стороной 20 декабря. Потом они еще собирались 23-24, они попросили Румынию ввести свои войска для наведения порядка на этой территории. Фактически для борьбы с советами рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, которые тоже осуществляли реальную власть в городах и районах Бессарабии. То есть образно говоря, одни ребята из Сватул Церей попросили румын разобраться со своими политическими оппонентами. Вот та правда, которая была. Что-то мне это сейчас начинает напоминать. Спустя сто лет поездка представителей парламентского большинства в Бухарест. Вот о чем они там договариваются. И так громко там голосовали. Вот в том-то и дело, вот сейчас мы к этому перейдем очень плавно. Ну и вот смотрите, что дальше произошло. А дальше произошло. 1 января Кишиневский совет берет власть. С 6 января в Кишинево прибывает поезд с румынскими войсками. Его встречает Красная Гвардия, разоружая после короткой перестрелки. С 6 по 13 числа января 2018 года идут ожесточенные бои. Здесь, в Кишиневе. 13 января румыны берут Кишинево. Потом они неделю дрались за Бельцы, за Бендеры. И в итоге только где-то к 5-6 февраля они установили свою власть, оккупационную власть на территории Бессарабии. А дальше что происходит? А дальше происходят очень удивительные вещи, о которых люди не знают, но они должны знать. 18 января проводится 3 губернский Бессарабский съезд крестьянских депутатов, на котором румынские войска... Я вот как же его... Сейчас я одну минуточку... История должна знать все-таки этого человека. Генерал Браштяну арестовывают 5 депутатов Сватул Церии, которые руководили работой этого съезда, и их расстреливают. В этот же день арестовывают 2 депутатов еще Сватул Церии. Гринфельд, она была руководителем социал-демократов Кишиневских, и потом редактора газеты «Свободная Бессарабия» Ковсана Николая. Их тоже в этот же день расстреливают. И потом в течение недели 2-х пропало 49 депутатов Сватул Церии, часть бежала на левый берег Днестра, и где-то 13-15 человек, достоверно точно известно, они тоже были расстреляны Румынией. То есть фактически из 130 членов Сватул Церии половина или большая половина была разогнана или расстреляна румынами. Опасные круглые столы образовались. А вместо них, а вместо них, то прорумынская часть, которая была Сватул Церии, кооптировала, то есть от тех общественных организаций уже своих сторонников, и таким образом полностью поменялся состав, политический состав Сватул Церии и так далее. И то, при всем при этом, что произошло, ну давайте так, 27-го, есть еще один момент, 23-го марта 2018-го года руководство Сватул Церии, руководители правительства молдавского Чигуряну, приглашаются в Ясы, и Константин Стерий из Бухареста туда приезжает, им ставится задача провести собрание Сватул Церии и объявить о присоединении к Румынии. Причем, люди тоже должны это знать, и тогда была коррупция, и тогда был код, подкуп политический. Румынское правительство выделяет 2 миллиона леев на подкуп депутатов Сватул Церии. 27-го, здесь, в Кишиневе, 27-го марта 2018-го года проводится заседание Сватул Церии. Кварталы окружены войсками румынскими, в здании находится тот же самый генерал Браштяну, вместе с вооруженными своими воинами. Город блокируется 1-й румынской кавалерийской дивизией во главе с генералом Скиной. Это вот те реальные события. Приходит премьер-министр Румынии и Маргеломан Александр, и выступает на заседании Сватул Церии. Что вы должны сегодня принять такое-то решение. В принципе, если вы его не примете, мы поступим. Как сегодня любят говорить Острослово, каков будет ваш положительный ответ? Вот и все, добровольное голосование. И то при всех этих условиях заседание шло 7 часов, 86 человек проголосовало за. И там, конечно, всего трое под дулами румынских винтовок проявили мужество, проголосовали против, 36 воздержалось, отсутствовало 13 человек. Это при всем при том, что это фактически сегодня, можно сказать, после событий января 1918 года, абсолютно нелегитимный орган. А что дальше? А дальше, 26 ноября 1918 года, 36 депутатов Сватул Церии без всякого кворума проголосовали за окончательное полное объединение с Румынией, отменив молдавскую автономию в рамках Румынии. Вот та историческая правда, которую мы должны знать. И, наверное, возвращаемся к вашему вопросу. Да вот смотрите, спустя 100 лет мы наблюдаем такую зеркальную картину. Ведь, слушая ваш рассказ, других эпитетов, кроме как предательства интересов своего государства, своего народа, трудно оценить иначе поступок тех, кто входил в состав вот этой организации под названием Сватул Церии. Сегодня мы наблюдаем подобную картину, но единственным на политической сцене, кто обозначил это действие словом предательства, оказалась партия социалистов. Когда Влад Батрынич, исполнительный секретарь ПСРМ, выступил в парламенте с возмущением от лица партии, с возмущением о том, что, ну, крайне, во-первых, возмущены тем, что происходило в Бухарест, где приняли участие наши молдавские депутаты, законодатели. И вот это скандальное решение румынского парламента, объединение уже, то есть, в принципе, было сказано с парламентской трибуны, это не что иное, как предательство. Предательство интересов, национальных интересов, интересов собственной страны, которые присягали. Вот ваш взгляд на вот эту ситуацию, как вы думаете, что за этим может последовать уже в сегодняшних реалиях? Понятно, что история повторяется дважды. Это вот как раз тот момент, который мы с вами как бы обозначили в начале. Вот вы сказали первую реакцию на события нашего, то, что происходило в Кишиневе 25 марта, сейчас воскресенье, вот этого митинга в пользу объединения и так далее. И тут, там была масса неоднозначных выступлений. Но это одна часть, и это одна реакция. Да, они собрали людей, да, вроде бы можно радоваться, вот не получилось, основная масса населения думает по-другому. Но вот если мы проводим аналогию того, что произошло в начале 1918 года, с тем, что происходит сегодня, ведь тогда никто не спрашивал народ, не проводился референдум, не проводился плебисцит, не проводились выборы, то есть этих людей никто не выбирал. И сегодня у нас есть парламентское большинство, и в этом нашем парламенте есть 64, по-моему, или 65 депутатов, которые являются гражданами Румынии. Фактически они сегодня могут поднять руки и проголосовать. Да, нас тут успокаивают, говорят, а вот у нас в Конституции написано, что нужно проводить референдум там и так далее. Вы знаете, я очень глубоко уже как-то сомневаюсь в какой-то законности в нашей стране, смотря на те решения, которые принимает Конституционный суд. Конституционный суд у нас в 2013 году провозгласил эту декларацию о независимости высшей Конституции. У нас Конституционный суд принял решение, что можно всенародно избранного законного президента отстранять на 5 минут, на полчаса, на час, вместо него поручать кому-то подписывать документы, назначать. Наш Конституционный суд может решить, по-моему, сегодня все, что угодно. Тем более, этот Конституционный суд состоит из граждан другого государства. И вот это очень большая проблема, что сегодня многие члены правительства, большинство депутатов нашего парламента, практически все члены Конституционного суда, многие другие высшие руководители Молдовы имеют румынские паспорта. Я не против того, чтобы они имели румынские паспорта. Я не против того, чтобы они называли себя румынами или считали они румынами на здоровье. Но в таком случае они не могут исполнять государственные должности в Республике Молдова, потому что это государство Республика Молдова, и, соответственно, они должны служить одному государству. Они должны давать одну клятву, они должны проводить волю народа. А когда, получается, наш председатель парламента Адриан Канду едет 27-го на этой неделе в Бухарест на торжественное заседание, они же планировали проведение заседаний двух парламентов, но побоялись наши демократические правители пойти на такой шаг, потому что это действительно вызвало бы резкое недовольство и неизвестно чем бы в Кишиневе это могло закончиться. Потому что это открытый акт предательства был бы. Потому что не надо говорить об объединении Великой Унирии, надо говорить о румынской оккупации и то, что в период того, как Бессарабия была оккупирована, под дулами румынских винтовок было принято это решение. Которое, кстати, не признали. Поэтому и никто не возражал против того из великих держав, чтобы 28 июня 1940 года СССР вернула эту территорию и румыны не сопротивлялись и так далее. Потому что есть еще один момент, я упустил, который полностью характеризует политическое руководство того времени. Ведь 5-9 марта 1918 года в Одессе прошли переговоры между советским правительством, петроградским, и румынским правительством. И румынское правительство подписало соглашение о том, что оно в течение двух месяцев обязуется вывести войска с территории Бессарабии, которую признает Советская. Вот главный момент. А потом события 27 марта и все остальное. Поэтому, когда едет наш председатель парламента и туда несколько наших депутатов, но я бы сгорел бы со стыда на их месте после того, что там прозвучало. Этот председатель палаты депутатов румынской говорит, а давайте поприветствуем теперь наших друзей румын из-за прута, которые приехали на наше торжественное заседание. Румын из-за прута. Не руководителя молдавского парламента, не депутатов республики Молдова. А румын из-за прута. Это первый шаг. Я вам скажу, это даже как пощечина. В большом счете, какой статус представляете человек? Ну вот представьте. Кто это? Румын из-за прута. Ну румын из-за прута. Да, Андриан Канду. И потом Андриану Канду румын из-за прута дают речь. Она была очень скользкая такая. Ну он попытался как бы обойти. И то он там сказал несколько вещей, которые вызывают большое недоумение. Во-первых, ну как можно говорить о тех фактах, соглашаться с тем, что там было сказано. А говорить, что во все периоды румыны осчастливили. За 22 года оккупации с 18 по 40 год более 500 тысяч населения Бессарабии бежало за пределы. Но они были счастливы. 88 тысяч было расстреляно и уничтожено румынскими оккупационными войсками. Я уже не говорю про промышленную разруху и про прочие вещи. А где-то, который здесь... А 41-й, 44-й год, это вообще режим Антониску, это фашистский режим. Он осужден был самими же румынами, помимо того, что был международный трибунал. Понимаете? И здесь, конечно же, сколько тогда? 300 тысяч евреев было целенаправленно уничтожено. Это достижение европейской интеграции первое, о которой говорила Майя Санду. Я вообще под большим вопросом ставлю меняемость в данной ситуации таких высказываний. Теперь посмотрите. А, 50 тысяч цыган. Всего республика Молдова потеряла в годы Великой Отечественной войны 650 тысяч. Из них 570 тысяч это мирные люди. Всего лишь 88 тысяч из этих 650 это боевые потери граждан республики Молдова. Вот реальные цифры. Вот об этом надо говорить и не надо забывать. То есть не надо это ставить во главу угла. Не надо этим бравировать или афишировать. Это трагедия. Но, с другой стороны, не надо этого забывать. Надо гордиться за свою страну. Надо историю правдиво преподносить. И вот поэтому вот эти события, которые все происходят, они, конечно, вызывают вопрос. Я понимаю справедливые возмущения партии социалистов. Вот их выступления я смотрел, вот эти все моменты, они правильно ставят вопросы. Я тоже думаю, что это акт предательства по отношению к своему народу. Ну и вообще Андриан Канду очень много наговорил за эту неделю. В том числе, если вы знаете его вот это скандальное высказывание по Кемерово. Да, что такого в Евросоюзе произойти не может. В техническом университете выступал и сказал, что это в России произошло, а в странах Европейского Союза такие вещи произойти не могут. Потому что они, вроде бы там у них дисциплина, все, и они там работают. А, ну как такие вещи можно говорить? Это в то время, когда у твоих братьев трагедия, когда все выражают соболезнования. А вообще дальше, что произошло, я тоже несколько шокирован. Я считаю, что это просто, ну знаете, у меня вот такое, что действия нашего молдавского правительства на этой неделе, это русофобия и цинизм в высшей степени. Ну как можно высказывать соболезнования, да, по событиям Кемера, по погибшим, и в тот же день высылать трех российских дипломатов в знак солидарности того, что неизвестно произошло в Англии. А накануне так мило беседовать с статус-секретарем Российского МИДа. Да, 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 с Григорием Карасиным и договариваться о каких-то первых шагах, опять улучшении отношений и так далее. Ну вот точно в понятиях в литературе это называется цинизмом. Я по-другому не могу подобрать оценку, и я не один, наверное, в такой оценке. Это слово звучит где-то в каждом третьем-четвертом высказывании тех людей, которые я читал в прессе, которые я читал в социальных сетях. Но так не поступают. Вот, кстати, президент страны Игорь Дедон в интервью российским СМИ Единственный из молдавских руководителей расставил точки. Да, это интервью мы тоже у себя показали в эфире нашего телеканала. Он, кстати, заявил, по количеству высланных российских дипломатов на душу населения в Молдове, мы практически, вот в перерасчете на душу населения, мы практически занимаем первое место. Потому что, ну, например, в США 60 дипломатов на 300 с чем-то миллионов граждан этой страны. У нас 3 дипломата на, ну, давайте скажем, хорошо, пусть по последней переписи там 3 600 миллионов. Станислав, я... И получается у нас, если пересчитать, то, ну, зачем это нам нужно? Вот непонятно. В то время, когда, смотрите, Австрия, ну, отказалась, Израиль отказался, несколько стран... Новая Зеландия отказалась, которая ходит в содружество. В организации объединенных наций более 160 стран потребовали доказательств, доказательств, да. Прежде чем совершать подобные поступки. А для Молдовы все ясно. Вы знаете, самый большой анекдот, который сегодня гуляет по Кишиневу, что Молдова превзошла Румынии в 3 раза больше, чем Румыния выслала дипломатов. Даже Румыны, ну, они, честно говоря, проводят откровенно русофобскую политику. И тем не менее. Да, и тем не менее, они чисто условно, так сказать, ну, склонились перед американцами, сказали, ну, мы типа проявляем солидарность. Одного. А наши ни с того ни с сего трех. Зачем? Я вообще не понимаю. И в этих условиях, когда Кемерово было, или ты друг, подписавший договор о дружбе и партнерстве и сотрудничестве, да, Республика Молдова или Россия, или еще что-то. Если ты нейтральная страна, ну, займи нейтральную позицию. Хотя бы тебе поймут. Но черната Турции, смотрите, тоже отказались. Да. А самое смешное, то, что произошло, ну, вот, опять-таки, это то, что говорит, что мы управляемая Западом страна. Вот смотрите, что произошло. 28-го уже, это было 27-го, да, когда выслали, там объявили российских дипломатов и так далее. А 28-го посольство Соединенных Штатов Америки в Республике Молдова выступает и поддерживает молдавские власти, что они молодцы, то, что они проявили солидарность по высылке российских дипломатов. Какая солидарность? С кем солидарность? Очень хорошо прокомментировали дипломаты Российской Федерации. Ну да, о чем? И в этот же день Международный Валютный Фонд дает транш Республики Молдова, там, 30, я не помню, там, 4 миллиона или что-то долларов. Да, цена, цена дружбы. Вот, цена дружбы или цена предательства. Вот видите, как все оно увязывается. Ну, мерзко. Мерзко, согласен с вами. Ну, вот еще тема, которую хотелось бы с вами обсудить. Вот в эти дни было опубликовано очередное социологическое исследование. Проводил институт, Республиканский институт, Международный Республиканский институт США. Американская структура. Чисто американская структура. Международный Республиканский институт. Трудно не доверять в условиях сегодняшней Молдовы. Там нет смысла им, видимо, так сказать, накачивать. Ну, да, тем более его этот знаменитый ястреб Маккейн возглавляет в Соединенных Штатах Америки. Ну, вот в его как-то дружелюбии, да. Да, у человека, который не зажили еще вьетнамские раны. Ну, да. Был там. Так вот, согласно этому опросу, президент Игорь Дадон остается лидером народного доверия в Молдове. Более того, отрыв, опережая всех остальных политических деятелей страны, растет. Ну, вот данные такие, допустим, в ответ на открытый вопрос, кому из политиков вы доверяете больше всего, доверие президенту выросло по отношению с таким же опросом, который проводился в октябре 2017 года. Ваша оценка, чем это вызвано, почему, вот, понимаем, что статистика достаточно бесстрастна, но, тем не менее, здесь есть какой-то такой эмоциональный, не знаю, эмоциональный ответ гражданина Молдовы на происходящее сегодня во власти, происходящее сегодня вокруг страны, происходящее даже в самой стране под руководством этого парламентского большинства. Вы знаете, Станислав, можно по-разному отвечать на ваш вопрос, но я, наверное, воспользуюсь именно этим американским опросом, потому что он же широкий опрос, там шла речь не только об авторитете отдельных политиков или определенных партий, об этом мы еще несколько минут, конечно же, поговорим, но там был широкий спектр вопросов, которые четко показывал, что происходит в республике. И, наверное, вот, опираясь на этот же американский опрос, которому, вы правильно говорите, не доверять нет оснований, я постараюсь ответить на этот вопрос. Но прежде всего, по Игорю Николаевичу, Дадону, нашему президенту. Ну, смотрите, я просмотрел результаты трех опросов этого Айрай, этого Республиканского института, их социологической службы по Молдове. Я абсолютно согласен с теми цифрами вашими, которые вы привели, вы по двум привели, а я еще одну зацепил в 2017 году, там было два тоже опроса. Вот, и получается, что и рейтинг президента Республики Молдова до выборов, перед президентскими выборами, и сейчас он приблизительно на одном и том же уровне. Да, он там плюс колеблется, был перевод чуть-чуть минус, упал на несколько процентов, потом опять вырос, то есть он стабилен. То есть это говорит о том, что у президента и его команды есть определенный электорат, это говорит о том, что при всем том мощном давлении, которое оказывалось за эти, ну, сколько там, год и четыре месяца, что Игорь Николаевич исполняет свой мандат, вот то мощное давление со стороны парламента, со стороны правительства, со стороны конционного суда, у него забрали ряд функций, ряд, там, ну, каких-то компетенций, которые он должен был выполнять как президент. И тем не менее, при всем при этом его рейтинг стабилен, и это говорит о том, что он делает, наверное, какие-то правильные вещи. Он делает какие-то правильные шаги. Ну, прежде всего, для основной массы населения это установление добрососедских отношений с Российской Федерацией, это однозначно. Да, и спорить с тем, что это стратегический партнер. Да, это стратегический партнер. Мне кажется, настолько абсурдно. И посмотрите даже вот по цифрам, вот опять-таки, вот наше решение нашей дипломатии, нашего правительства, ну, и реальность. На этой неделе были опубликованы данные Национального банка за февраль. Значит, в Республику Молдова из Российской Федерации было перечислено от наших сограждан 27 миллионов долларов, а из Румынии 1 миллион долларов. Вот вам все цифры, вот она вся правда взаимоотношений и того, что у нас реально происходит. Не то, что хочет какая-то верхушка там прорумынски настроена, тайных явных унионистов в руководстве нашей страны или еще кого-то, да, а то, что происходит в реальной жизни. Теперь давайте вот конкретно цифры по, вот вы задали очень интересный вопрос, что же вот способствует вот такому высокому сохранению рейтинга доверия. А вы посмотрите, 73% граждан недовольны тем курсом нашей страны, который проводит молдавское руководство. Вот вам, наверное, ответ на то, что у нас происходит. Смотрите, какие основные проблемы выделяют наши граждане. Низкие доходы населения, это 34%. Вот, ну у нас вообще одна треть населения получает меньше тысячи долларов, ну, ой, тысячи лей, я замахнулся, тысячи лей, это вообще невообразимая цифра. Доллары это не наши денежные единицы. Да, да, это не наши денежные единицы и цифры. Безработица 32%, коррупция 31%. Это как было 9 лет тому назад, как пришли они к власти, и вот они 9 лет находятся, а вот цифры приблизительно. Обещано, кстати, было в длинных роликах про эртеграцию, что у нас будут европейские зарплаты, не будет коррупции. Не будет, конечно же, но оно все это есть, потому что те же европейцы нам коррупцию эту и принесли с этими грантами, кредитами, откатами и прочим. На местах какие проблемы люди выделяют, это очень важный фактор, учитывая ту смешанную систему голосования, которая у нас будет на этих парламентских выборах. 48% это проблема дорог и 20% безработицы, то есть опять безработицы, там 31% или 34%, а здесь 20%. То есть это действительно громаднейшая социальная проблема в нашем обществе, она никак не решается. Для того, чтобы ее решить, нужно создавать рабочие места, нужно инвестировать деньги, нужно развивать бизнес. А у нас бизнес закрывается, я знаю очень много бизнесменов, которые говорят, все, закрываю, уезжаю, я себе заработал, как-нибудь там, может где-то пристроюсь и так далее, без разницы в какой стране. Вот это проблема, вот это катастрофа, понимаете? Плюс теперь, если брать вот по тому же опросу, меня шокировала цифра, 89% это опять-таки подчеркиваю по американскому этому опросу, 89% значит считает, что правящий режим действует не в интересах общества, а в интересах определенных групп. То есть наше население четко и ясно различает действия парламента, действия правительства, действия президента и 89% по американскому опросу говорит о том, что они власти не доверяют. А если мы возьмем еще одну цифру, вот у меня 69% недовольны парламентской коалиции, демократической партии Молдова, да, а число абсолютно недовольных из этих 69% 46%. Вот, наверное, ответы на тот вопрос, который вы поставили, что же является причиной. Причиной является то, что мало заключить соглашение об ассоциации с Европейским Союзом и соглашение о свободной торговле. Нужно прежде всего обеспечить разновекторность развития нашей экономики, потому что она два столетия была сформирована совершенно по другому принципу. Наш основной рынок сбыта сельскохозяйственных продукций, это Российская Федерация, это Восток, а у нас в сельской местности живет, если не ошибаюсь, 64-65% нашего населения. Это основная масса, да, и, конечно же, вот это главный вопрос, вот этими проблемами... И дело, я вам скажу, даже не в стандартах, вот когда говорят о том, что по каким-то стандартам молдавские яблоки или там овощи, фрукты не проходят на европейский рынок. А вот обратите внимание, а что же туда лежит у нас на прилавках, как не европейское, то, что там не довезли из Турции или то, что привезли к нам из Польши. Выглядит по стандартам настолько хуже, чем то, что производят наши с вами сограждане, собирая урожай, собирая плоды деревьев, собирая с грядок овощей. Когда ты видишь, допустим, как оно все упаковано, хранится и как оно ждет своего покупателя, а в это время нам в нашей торговой сети предлагают нечто под названием овощи и фрукты, которые, в общем-то, на вкус, я вам скажу... Ну вот очередная новость к тому, что вы сказали. С 1 апреля у нас мы не можем выпускать Республика Молдова коньяк, мы не можем выпускать когор и не можем выпускать еще какой-то напиток винных. То есть использовать. Это одно из требований Европейского Союза было поставлено. То есть вещь, наверное, идет о шампанском. А теперь, да. А, о, вот, шампанское. Ну, понятно, по месту... Ну ладно, шампанское, да, мы еще можем назвать... Шампань, пусть будет их. У нас мы привыкли советское шапучее, пусть так назовут. Ну да, нет, ну хорошо. Ну, назвать коньяк винной водкой, ну, вы меня извините, у меня как-то это не укладывается. А как это ударит по нашему... Ну, на этикетах мы пишем сейчас, где вин. А как это ударит по нашему бизнесу теперь, а как это ударит по тем же сельхозпроизводителям, по тем же виноградарям и по многим остальным. Это очень серьезная большая проблема. И вот таких, оказывается, моментов, которые в свое время подписали... Не помню, кто тогда министром был, не Канду случайно, вот этот... Калмык занимался всем этим соглашением, он был замминистра, потом стал министром. Абсолютно не отстаивали интересы своих же производителей. Вот так в том-то и дело, что подписали соглашение, а сегодня наше правительство и наши депутаты правящего большинства с удивлением листают эти тысячи страниц, которые были на английском и французском языке, но их не было на молдавском, на русском, да. Вот с удивлением читают, оказывается, а Молдова вот это должна выполнить, а Молдова это должна выполнить. А если все выполнить, то тогда можно ставить крест на нашей экономике полностью. Если там за три года обнулились некоторые пошлины по некоторым позициям по нашим товарам, то дальше мы уходим уже в ноль чисто. Ну это чисто экономические проблемы, наверное, мы не будем забивать голову нашим телезрителям. Но то, что происходит, оно касается прежде всего экономической сферы. А это вот как раз те рабочие места, вот это тот низкий заработок, о котором люди переживают, беспокоятся. И, конечно же, в этой ситуации я понимаю, что те вопросы, которые партия социалистов поднимает, ставит, а у них там очень мощный, сильный экономический блок. Сам Дадон, сильный экономист, он был первым вице-премьером в правительстве Гречана. И Гречаны, сильнейший финансист-экономист, там Головатюк, депутат, там много советников, грамотных экономистов, Горьелова, Поясик и так далее. Там грамотные люди, у которых есть программа развития. И, конечно, мне хотелось бы, чтобы эти люди пришли к власти на парламентских выборах и, наконец, начали наводить хоть элементарный какой-то порядок, создавали рабочие места. Мы не занимались политикой, различными объединениями и вот этими всеми вещами. Но я понимаю еще одну проблему, понимаете? Вы знаете, вот опять-таки, чтобы мы не рассматривали эти вопросы в отрыве от того, что происходит реально в Европе и в мире. А давайте отталкиваться от этого. Идет очередной передел в мире. Закончилась однополярная система Соединенных Штатов Америки. Все это ярко видно, мир это видит. Сегодня Китай, это первая экономика мира. Вот даже вот Джульетта Кеза, он у вас вчера выступал, я на встрече с ним позавчера был. Он приводил многих цифр, много фактов. Это очень авторитетный человек. Да и много других. Китай переводит продажу нефтематериалов в юань. Правильно, правильно. Удар по доллару. То есть формируются три мощных региональных центра. Это Россия, естественно. Самая большая территория мира. Самые большие природные ископаемые. Лакомый кусочек. Это Иран, опять-таки, нефт, газ. Это Китай, сегодня уже ставший первой экономикой мира. И Соединенные Штаты Америки, конечно же, они злятся. Конечно же, они не хотят отдавать свою власть. И вот то, что они много десятилетий управляли миром. Отсюда вот эти проблемы в Сирии. Отсюда проблемы Северной Кореи. Отсюда вот эти все европейские проблемы. Масса беженцев. Вот видите, специально вот эту дугу Северную Африку подожгли в 2011-2012 году. Вот эти арабская весна и все эти революции и все остальное. Вот что происходит. Из этого надо исходить. И мы, нам же в 2003 году американцы не дали решить преднестровский вопрос. Они не дали. Они специально держат этот фитиль. Понимаете, сегодня нас втягивают в НАТО. Сегодня речь идет о том, что вот наш министр, этот новый, да, обороны. Какой-то миротворческий батальон вместе с румынскими войсками. Ну это, помните, 18-й год. Позвали 4 румынские дивизии, а теперь давайте сначала подписали соглашение МВД нашего и румынского о сотрудничестве в случае массовых беспорядков. Какие массовые беспорядки не ожидают, когда граждане Молдовы возмутятся к какому-нибудь неправильному решению по Унире или еще по каким-то моментам. 100%. Теперь этот батальон совместный и все остальное. Со страной НАТО и со всем. Кстати, вот по этому опросу 41% наших сограждан категорически против. НАТО, по-моему, всего лишь 21% видит что-то положительное в этом НАТО. Поэтому надо четко, конкретно отвечать на эти вопросы. То есть нас втягивают в эту геополитическую борьбу великих держав. Нам, маленькой, нейтральной стране, без природных ресурсов, где сами же власти выгнали за пределы границ нашей страны, 1 миллион наших сограждан, влазить вот в эти разборки никак нельзя. И здесь я абсолютно поддерживаю президента Игоря Додона, который четко и ясно об этом говорит, который обозначает, мы транзитная территория, мы должны дружить и с теми, и с другими. И тот же опрос, опять-таки, американский опрос показывает, что политическое доверие наших граждан больше к Российской Федерации. Экономическое там на 1-2% к Европейскому Союзу, да. То есть, ну, есть вот эти моменты, которые говорят о том, что политика должна быть вот она, взвешенная, здравая. Что наша правительство, парламент не должны принимать вот эти дурацкие решения о высылке дипломатов дружественной страны в угоду кому-то, по чему-то приказу. Когда-нибудь такое видели в мире? Чтобы знак солидарности, когда дело еще не расследовали, когда ничего не доказывало, это вообще наиболее. Представитель директора Скоттланд-Ярда сказал, что еще понадобится не одна неделя для того, чтобы установить точные, в общем-то, чем был отравлен, при каких условиях это происходило. Да, во-первых, этих отравленных еще никто не видел. Они вообще реально есть или нет? Ну, говорят, кто-то уже заговорил. Или это нам в фотографии показывают? Борис, спасибо вам за этот разговор. Ведь все совершенно верно. Я не могу не согласиться со всем, что было здесь сказано, и особенно с тезисом, которым вы напомнили, произнесенным нашим президентом. В Молдове нужно сохранить себя в этой геополитической буре. Есть масса примеров тому. Мы просто далеко не будем ходить. Та же Швейцария, которая сформирована на основе конфедерации. Там три государственных языка. Четыре. Четыре, извините. Да, есть еще романские 4%. Четыре государственных языка. Там страна, которая, в общем, сохранила нейтралитет. Страна с самым высоким уровнем жизни. То есть, они нашли свое место на Маккарте мира. Нашли себя в этом, в европейском анклаве. Сумели отстоять свою... И как-то им хорошо. И без ЕС, и без НАТО. Абсолютно, да. Заметьте, нормально живут люди. И при этом, да, всегда приводится в пример Швейцарии с метикой астронави. Ведь подумайте о том, как она формировалась, как она создавалась, как она отстояла свои интересы. А это все благодаря, опять же, политическому классу этой страны, которые не продали это все и оптом, и в розницу. У нас мы наблюдаем сплошную продажу. Кто-то продает национальный сувененитет. Кто-то продает, будем говорить, остатки советской промышленности. Кто-то вооружений, ну, кто-то, не знаю, те или иные природные недра, которым так, в общем-то, небогато мы... У меня появился новый термин. Рыночная экономика. У нас в Молдовии рыночная политика. Вот, скорее всего, так. Спасибо за этот разговор. Всегда вас ждем в нашей студии. Будем приглашать. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был доктор философии, историк и политолог Борис Шаповалов. Следите за эфирами. Будет интересно. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»